Девушки отдыхают Гуляю по городу Сегодня так В Берцах В них удобно Если хорошо зашнуровать Утеплилось Я не могу сказать, что там очень холодно Судя по прогнозу Но вечером так, конечно, похолодает Поэтому не страшно, что я такая утепленная Вечером я скажу Самой себе спасибо за это Ладно, все Мы пошли Мы вышли на улицу Довольно тепло Сейчас Даже солнышко За облаками Но теплое Так, мы сейчас будем выходить На Воскресенскую улицу Как-то Не очень я понимаю, как нам идти Вчера-прямо Повернуть за дом И пойти Наверное Вчера мы просто шли В темноте уже Этой же дорогой Но в темноте А по ночам, как известно Пейзаж совсем не такой Как днем Справедливости ради Это Улица очень длинная И очень широкая И не пропустишь При всем желании Ну да Вот этот дом Который впереди Нужно обойти А без разницы С какой стороны По сути Слева, справа И за ним Как раз Воскресенска Ну вот По ней Какое-то время Будем двигаться Ну вот Мы вышли На Воскресенскую улицу Впереди Вот Высотка Самое высокое здание В городе Наверное Стоит Практически В центре Города По нему Очень хорошо Ориентироваться Да Таким вот Туристом Приезжим Как мы Сколько там Восемь Ой Восемь 173 метра Высота Вместе со шпилем И здание Это было построено К 400-летию Архангельска В настоящий момент В нем Размещаются офисы Ну а также Есть внутри Кафе Откуда открывается Вид на город Да То есть Это на верхних этажах Ну Если не использовать Такую верхотуру Это было бы Нерационально Ну да На Воскресенской улице Огромное количество Разных торговых центров Очень много магазинов Продуктовые Косметические Экспрайсы Всякие Магниты И даже есть Подружка Чуть подальше Вот по этой Как раз стороне В Архангельске По-моему Только одна Подружка На данный момент Да Ну вчера вечером Здесь гуляли Любовались Этой улице Очень симпатично Она выглядит Вечером Рядом с одним из торговых центров Стоит такой веселый мотоцикл Смотрите Такой он оригинальный На него наверное можно даже залезть Смотрите какой сиденье Как у трактора Да У некоторых тракторов Помнишь Мы видели похожие И еще вот для второго сидока И багажник Веселая штука Какие колеса Прикольно Смотрите какой большой тоже торговый центр Вот здесь Есть торговые центры Которые совмещены с жилыми домами А вот там Вот отдельный торговый центр Очень интересно По этой улице ходить Все это рассматривать Вот там тоже Смотрите Какой-то бар Ресторан Непонятно что Но ценник там Шкалит просто Ну если верить информации В интернете Вот Ресторан Кабинет Да Какой там ценник средний Две Ну что-то от тысячи До бесконечности Ну да Смотрите какой интересный дом Тут стоит Рядом с такой высоткой Да С таким Современным зданием Вот такая Развалюха Стекла Повыбиты Сам он деревянный Я так понимаю Внутри Никто не живет Да Наверное Смотрите За памятниками Не следить Ну конечно Они превращаются В заброшки Развалюхи Да Это очень печально Конечно Так А рядом Смотрите Еще один торговый центр Дед Мороз Сидит Круглый год Да Круглый год Вот можно присесть Рядом Сфотографироваться А вообще Здесь где-то же Резиденция Деда Мороза Еще одна Да Есть здесь В городе Резиденция Деда Мороза Если я правильно Понимаю Туда надо Чтобы попасть Ну например С детьми Надо записываться Заранее И там проводятся Разнообразные мероприятия Посвященные Этому персонажу Ага Ну где это Я так сходу Вам не скажу Вряд ли в этой заброшке Может быть Где-то поблизости Увидим Покажем Ну да Если будем проходить Мимо Заходить-то естественно Не будем Нам это не очень интересно А вот отсюда Открывается Хороший вид Да Небоскреб Давайте полюбуемся Небоскребом Вот такой он Красивый Так Можно было бы Пойти дальше По этой улице Но мы Так делать не будем Мы сейчас Пойдем Вот в ту сторону Так Как это улица Садовая Садовая В общем А улица Свободы Да Да улица Свободы И по ней Прямо В сторону Северной Двины И выйдем Примерно туда же Где вчера Закончили А наш осмотр Набережной Да Вот Сейчас перейдем На ту сторону И Ну совсем чуть-чуть Буквально Полквартала И нужно будет Поворачивать В сторону Набережной Так Вот здесь все перекопано Тоже дороги Видите Ремонтируют В общем нам туда Как обычно Пробираемся Дворами Вот пока пробирались Видели Смотрите Северный Государственный Университет Большой Такой Красивый Медицинский Да С колоннами Когда мы Откуда мы Вчера Повернули сюда Поэтому думаю В этот раз Придется пройти И той же дорогой Как мы Уже ходили Мы этого не любим Но иногда Обстоятельства Нуждают Да Вот так вот Переход Пешеходный Давайте еще раз Посмотрим На этот кинотеатр Потому что Когда мы Дорогу перейдем Мы до Набережной Уже Ничего Снимать не будем Мы вчера снимали Ну просто интересно Посмотреть Как этот кинотеатр При свете дня Выглядит А выглядит он Очень красиво Да Смотрите какой Вот Что-то никак Нам не дойти До набережной Да Муж пришел При свете дня Сфотографировать Танк Который мы вам Вчера вечером Показывали А я стою рядом И вдруг Вижу Что вот там Вот Что-то интересненькое А на карте Это вообще Никак у нас Не обозначено Мы решили Сходить Смотреть Да конечно Обязательно Сейчас сходим Вот Смотрите Рядом Торговый центр Ресторончики Все О Смотри Что это Кирха Какая Да По архитектуре Напоминает Что-то такое Еще мне Вот эта штука Нравится Такая вышка Мачта С чем Наверное С сотовой связи Непонятно Нет Это может быть Телевышка Например Или что-то Типа Она такая Прикольная Торчит Из-за дома Тоже видно Из разных частей Города Тоже удобно Ориентироваться Да Так Как бы нам Туда попасть А вон Светофор Сейчас прямо Через Невую И пройдем Стоянку Мы дошли До памятника Который Посвящен Детям Войны Особенность Этого Памятника В том Что Он Создан На основе Реальных Воспоминаний Реальных Фотокарточек Реальных Событий Которые Произошли В Архангельске В годы Великой Отечественной Войны То есть Вот здесь Мы видим Юношу Юнгу На посту С карабином И действительно Ну мы видели уже Памятник Юнгам Действительно Дети Несли Службу Наравне Со взрослыми И девочка Которая Тянет Сани Волокуши Груженой Рыбой Это тоже Реальный эпизод Когда В Архангельске Мы уже говорили Он страдал Также от голода Не хватало Не только Продовольствия Но и Транспортных Средств И Однажды Была ситуация Когда рыбу Выловленную Рыбаками Детям Пришлось Тащить На таких Санях Волокушах В город С побережья Северного моря Потому что Больше никак Это история Не только Архангельска Но в Архангельске В том числе Выпускники Ремесленных Училищ Становились К станкам Когда Их Более Старшие Старшие Мужчины Уходили На фронт И подростки Занимали Их место Зачастую Прямо Совсем Дети Давайте Может Поближе Подойдем Посмотрим Памятник Объемный Рассматривать Его можно Долго Вот Бунга Стоит Девочка Закутанная Зима Холодная Да И так Пешком Пройти От побережья Белого моря До Архангельска Путь не близкий А представьте Что вы ребенок Что вы Ослаблены Голодом Что Зима И вам еще Приходится на себе Тащить Огромный Груз Да Вот такие Сани Добрый день Я прохожу мимо Вижу Памятника Наверное Приезжая Да Конечно Я из Архангельска Такая интересная ситуация Вот мы стоим Да Снимаем для вас Видео Показываем этот памятник И тут к нам Подходит Женщина Преклонных лет И оказывается Что она Как раз таки Является Прототипом Вот этой вот Девочки Да Что это Именно она Рассказала Вот эту историю Как С сестрами Да С подругами Тащила Эти волокуши И На основании Этой истории Часть памятника Реализована Именно так Да Да Ей тогда было Сколько Тринадцать Четырнадцать лет Она сказала Что было очень холодно Да И Прошла так сказать Ну информация Что на берегу Скопилось большое количество рыбы И Собирают 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 Голодно Хотелось Ездить Это было Это было просто Вареная рыба Без соли Без ничего Но ничего Поели Хоть какая-то Горячая еда Вот час Передохнули Потом Погрузили рыбу На санки И повезли Обратно в город Причем Что интересно Волокуши были Только Ну там Нескольких человек Они делались Они делались Централизованно На Заводе А остальные Были дети С обычными Детскими санками И Везти их было Очень тяжело Ну конечно Там Здесь снег Они опрокидывались Как бы Это было Неудобно И тяжело Ну и разумеется Никто Они были не в ботинках Как вот здесь Изображено На скульптуре Они были все В валенках Да Ну тем не менее И привезли Взвесили И часть Какой-то процент Этой рыбы Да Давали Этим добровольцам Тем Кто эту рыбу Доставлял Поддержать Да Ее было мало Но все-таки Хоть что-то Поесть Ну да Где-то килограмм Два с половиной Три рыбы Которую Как эта женщина Сказала Люди не ели До войны Ее не ели Просто Ну Это была чисто Кормовая Рыба Кошек там Или кого кормить Да А когда Пришла война И голод Тут уж Не до жиров Да Так что вот Такие люди Живут в Архангельске До сих пор 96 лет Да Этой женщине Она очень активна Состоит В разных организациях Экскурсии проводит В террасе Да Ну в общем Молодец Да Долгих лет жизни Памятник Памятник этот Двусторонний Вот мы С другой стороны Подошли к нему И смотрите Здесь несколько Да Разных Моментов В жизни Людей Во время войны Вот например Там Учатся Учеба Не прекращалась Как и в блокадном Ленинграде Работали Социальные Скажем так Заведения Школы И так далее Так и в Архангельске Тоже несмотря на войну Дети учились Дети стояли у станков Вот это Среднее изображение По-моему Бригада Соколова Если не путаю Называлась Ну это бригада Которая работала И вот этот мальчик Детям подставляли ящики Под ноги Чтобы они Ну они маленького роста Чтобы они доставали До станков До станков И этому мальчику Приходилось Он был очень маленького роста Вставить два ящика Ну да На реальных событиях Да Это реальная фотография Вот там На стендах Есть реальная фотография По которой Сделано изображение На памятнике Ну и здесь Да Также Дети принимают участие После бомбежки Тушат зажигательные бомбы Мы уже говорили Что в город Самолеты В город Приходили конвои Которые доставляли грузы От союзников По Ленд-Лизу Ну и разумеется Фашистам это не нравилось Они подвергали Город и порт Постоянным бомбардировкам Соответственно Приходилось Как-то Последствия этих бомбардировок Ликвидировать И в этом Также принимали участие Дети войны Вот такой Замечательный памятник Не отмеченный Ни на Яндексе Ни на Двагисе Мы с вами Посмотрели Так удачно Подошли Да И тут эта женщина Подошла И эту историю Нам рассказала От живого человека От участника Этих событий Да Эту историю Очень интересно Было услышать Конечно Там рядом стенд И все продублировано Но это просто Буквы это буквы Да А живая история Это живая история Да Так что вот Повезло нам сегодня Ну а теперь мы Все-таки Я надеюсь Дойдем до набережной Ну вот Мы дошли до набережной Правда Вышли мы на нее Не там Где планировали Рядом С памятником Соловецким Юнгом И пришла Нам в голову Идея Прогуляться По пляжу Да И зайти В Северную Двину Обувь позволяет Это сделать Ну Не по колено Зайдем Ну так Тетя Ну давайте Прогуляемся По пляжу Вон там Люди Водят Походим Северная Двина Смотрите Оу Маленькие Северное солнце Дальше не зайти Чуть-чуть Ой Стоим Полюбуемся видом Ну и наверное вдоль реки пойдем Да Да Я дружно Высотка это С пляжа выходим Снова на набережную И Видим еще одного хомлина Так Как ты-то у нас Тут подписано Наверное Да Кудесник С птицей счастья А то есть бриллиантом С алмазом Там С птицей счастья Тут Вот Птица счастья У него на голове Сидит Да Поднялись мы сюда Чтобы посмотреть На вот такой монумент В 2011 году Архангельску Было присвоено звание Город воинской славы Ну и в связи с этим событием Была установлена Вот такая стела Как и во многих других городах Которые носят это гордое звание Да И как обычно Да Разные рельефы Которые отражают Страницы Боевой истории этого города Пойдем посмотрим Конечно Я мыслю Что логично Начать Отсюда Да Вот с этой стороны Рассматривать Эти барельефы Здесь вот Петр Первый Да Изображен Мы так Предполагаем Что Этот барельеф Иллюстрирует Войну Со Швецией Строительство Флота Русского Ну и Победу Собственно Войне С шведами Ну это Наши фантазии Потому что Ну здесь же Не подписано Ну вот Видишь на заднем плане Крепость Да В Архангельске Как раз Петр Приложил руку К строительству Крепости Как раз Вот такого Бастионного типа Как наши Совершенно верно Как Петропавловская крепость Ну я думаю Это вот Одно из Одно из трактовок Скажем так Так Ладно Дальше идем Так С этой стороны У нас Первая мировая По всей видимости Да Первая мировая Ну судя по тому Как одет Мужчина Его Одежда Такая Старая Довольно И сестра Милосердия Рядом Что-нибудь Скажешь про Архангельскую Первую мировую Ну он принимал В ней участие У нас немного Информации Надо ее освежить Ну да Ну это мы уже В Краеведческом музее Освежать будем Как-нибудь Так А это Что Может вторая мировая Я думаю Может мирное время Не совсем понятно Нет Это же в город Воинской славы Поэтому я думаю Что это Великое отечественное И видишь там Корабли Возможно это Конвои И вот Железная дорога Где танки везут То есть Из В Архангельск Переходят корабли Конвоя Которые привозят Грузы по Ленд-Лизу И далее По железной дороге Доставляются Эти грузы На фронт Я это Так трактую Вот Подвозят Дерево Чтобы построить Железную дорогу Когда Вот эта женщина Что-то рассказывала В 1941 42 году Если не ошибаюсь Когда сюда Пошли конвои Оказалось Что Ну грузы Они в Архангельск Доставят А дальше Их надо Передвигать Вглубь материка И Железная дорога Здесь на самом деле Была Но она была Слишком слабенькая Это была Ускоколейка И фактически За два месяца Ударными Ускоколейка За два месяца Ударными темпами Была построена Железная дорога От Архангельска До Вологды Ну и далее Уже там Грузы шли дальше Туда Куда Были необходимы Так Ну и Четвертый Барельеф Выглядит Вот так Мы не очень Поняли Ну карты Да Наверное Здесь речь Я думаю Это как раз Суда конвоев Видишь Там самолеты Немецкие Бомбят Корабли Точно Вот взрывы Да Навигационные Карты То есть Вот это Мне кажется Именно Корабли Конвоев Которые Проводили Транспортные Суда Под Под огнем Вражеской Авиации Кораблей Подводных Лодок Моя карта Увидела Подумала Что это Про Про исследование Нет Когда плавают Открывают Новые земли Ну Да Архангельск Тоже славится Как Город Где проводились Исследования Северных морей Но данный Барельеф Отражает Немножко Другую страницу Его истории Вот Такие две фигуры Есть тоже На набережной Мужчина С какими-то досками И Мужчина С бочонком Я думаю Это Кораблестроитель Потому что Архангельск Это не просто Город Порт Но и Город Здесь строилось Большое количество Кораблей И продолжает Строиться Ну и да Это город Порт Сюда приходили Грузы Отсюда Отправлялись Грузы Соответственно Грузчик Который Грузит бочку Собственно Знаменитая Знаменитая Фраза На кого Бочку Катишь Это вот Пошло Именно Отсюда Грузы Перемещались Вручную Бочки Были Очень тяжелые Это еще Маленькая Бочка Бочки Которые Перемещались На кораблях Могли быть Гораздо Больше Они могли Весить Несколько Сотен Килограмм И Такой Бочкой Можно Было Убить Если бы Она Оказалась Неуправляемой И покатилась Поэтому Это была Опасная Работа И Находиться В Порту Тоже Было Небезопасно Так А за Этим Двумя Мужчинами Смотрите Отель Пурнаволок Раньше Этот мыс Так Назывался Он так И называется И здесь Как раз Была Заложена Крепость Острог И Потом Появился Город И Вот Там Наверху В этом Отеле Есть Бар Неба Прикольненько Правда Так Ну Вот Набережная Видите Сколько Людей Такая Хорошая Погода Сегодня Классно Мы Идем Дальше По Набережной Мы Дошли До Следующей Достопримечательности Это Стелла Она Установлена На Мысе Бурнаволок В честь 400-летия Образования Города Архангельская Когда-то Именно На Этом Месте Был Основан Острог Это Было При Иване Грозном В 1584 Году И Далее Собственно С этого Острога И началась История На тот момент Это был Единственный Морской Порт Российского Государства Через него Поступали Товары Из Европы И Он был Стратегически Важен Он Приносил Огромные Доходы Плюс Товары Которых Мы На тот Момент Сами Не могли Производить Была Война Со Швецией Была Опасность Что Город Будет Захвачен Поэтому Иван Грозный Повелел В срочном Порядке Город Укрепить Ну и Соответственно Сюда Были Отряжены Два Воевода Которые В Очень Быстром Темпе Возвели Здесь Крепость Ну и Как уже Я и говорил С этой Крепости Началась История Города Сначала Он назывался Новый Город Новый Холмок Горы Архангелов Город А потом Его Начали Называть Архангельском Официально Архангельском Город Стал В 17 Веке В начале 17 Века Когда Выделили Самостоятельную Территориальную Единицу Отдельно От Холмогор А За Этой Стеллой Кстати Находятся Гостиные Дворы Такое Довольно Большое Сооружение Комплекс Зданий И Там Много Всего Интересного Внутри За Стенами И Непосредственно В стенах Этого Здания Каким-то Моментом Это Более Наглядно Сам процесс На набережной Оно было построено При Петре Первом Ну или Примерно В эту эпоху Нет Подожди Вид Не открывается Никакой Вот Гостиный двор Так вот Да И Некоторые Элементы Элементы Этого Гостиного Двора Сохранились Еще С тех Стародавних Год Вот Например Вот Эта Белая Часть Я думаю Это Из древности Ну да Интересная Акватория А именно С акваторией Предполагалось Что на город Будут Нападать Ну да Приедут Шведы А мы Встретим Во всеоружии Очень Много На набережной Всяких Достопримечательностей Вот Еще Одна Такой Знак 400 лет Основания Лоцманской Службы России Вот В 1613 Году Она В общем-то Неудивительно Северная Двина Река Достаточно Мелкая Для Морских Кораблей Соответственно Когда сюда Приплывали Купцы Их нужно было Провести В фарватере Чтобы корабль Не сел на мель Ну и Разумеется Для этого Нужен человек Который Прекрасно Знает Акваторию Глубины И так далее А это Именно Лоцман Поэтому Неудивительно Что Скажем так С этого места И началась Началась История Лоцманской Слугу В России Рядом С набережной Мы также Обнаружили Памятник Петру Великому И это Пожалуй Самый известный Памятник Даже Те Кто Никогда Не бывал В Архангельске Видели Его Потому что Именно Этот памятник Изображен На 500 Рублевой Банкноте Да Если Не верите Можете Проверить Если У вас Конечно Есть В наличии 500 Рублевая Банкнота У нас С собой Нет Сравнили Конечно Кстати Подобные Памятники Точно Таким Петром Имеются И в других Городах Да В Петербурге В Таганроге И много Где еще Почему Наверное Потому что Очень Удачная Модель Получилась У скульптора Антокольского С нее Было Отлито Несколько Таких Памятников И Когда Архангельский Губернатор В 1914 Году Узнал О том Что в Италии Отливаются Еще Скульптуры Для других Городов По случаю Победы В Полтавской Битве Он Заказал Скульптуру И в Архангельск Ну Собственно Эту скульптуру Да И установили От памятника Петру Великому Вдоль Набережной Такого Замечательного Пирса Мы Движемся В сторону Беседки Такой Интересной Это Беседка Беседка Грина Называется Когда-то Известный Писатель Александр Грин Был В Архангельске И по преданию Он В этом месте Любил отдыхать Здесь Ну это Наводил А вообще Здесь так же Стояла беседка И якобы Он очень любил В ней находиться Позднее Ту беседку Снесли Ну В какой-то момент Построили новую В память Об этом Замечательном Человеке И писателе Это прям как Беседка Островского В Костроме Да Ну почему нет Да Вид наверное С этой беседки Тоже открывается Весьма Не дурной Сейчас мы туда Заберемся И посмотрим Давайте сначала Мы на нее посмотрим Так Вот Смотрите Да Если я правильно Помню Эта беседка Не просто так Беседка Она была Восстановлена По фотографиям И это Точная копия Той самой беседки Ну как Интересно Вот Вот Такой вид Открывается С беседки Да Очень Симпатичный Хотели Прогуляться По пирсу Но Наверное Сегодня Мы этого Делать Не будем Да Там Сделана Такая Пешеходная Зона Там Скамеечки Качельки И Я думаю Там Классно Но Не сегодня Да У нас Еще Очень Большие Точнее Планы На сегодняшний День Ну а Темнеет В этом Городе Достаточно Рано Хотим Все Успеть Что На сегодня Запланировано Рядом С беседкой Лестница Ведет Она Я так Понимаю На смотровую Да Да Какая-то Смотровая Площада Мы Кстати Забыли Сказать Что Александр Грин Здесь Был В ссылке Он Здесь Жил И По итогам Этой Ссылки Выпустил Записки Как Мы Здесь Жилось Да Вот Смотрите Такая Площадочка Какое-то Техническое Сооружение И На нем Вот Как раз Александр Грин Да И Алые Паруса Вот Высотку Отсюда Эту Видно Да Кубочка Ну вот Можно Полюбоваться На северную Двину Отсюда Вот так Приятно Тут Правда Ветрено Продолжение следует Продолжение следует...